Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия Грекам ТВ. Ну и мы с вами наблюдаем ответный матч между командой Alliance и командой Virtus.pro. Пока что Polar в скором времени просто Virtus.pro. Первую игру в ВП проиграли вообще без шансов абсолютно. Тинни плюс Вис под командой Alliance был. Был fucking Mad плюс на Бэйне плюс Пайкат на Миране. В итоге Пайкат у нас будет играть на паке, а Бэйн по-прежнему в пике. Нет стрелы, непонятно на кой пёс здесь Бэйн тогда, но Мирану отправили у нас в баню. Безусловно, и Virtus.pro.polar забирают себе Queen of Pain. Гирокоптера для Иллидана. Так, секундочку, что это за ерунда? Всё. Забрали игроки команды Virtus.pro.polar. FNG берёт себе Шейкера или Дан будет играть на Гирокоптере Queen of Pain для года. Фобос будет у нас на Клоке и Лил будет играть на Рубике. Рубик для чего? Для кого? Ну, видимо, просто для файтов. Особенно Край здесь, ну, есть на самом деле, да, что Край, да, у Бэйна можно забрать Финс Гриф в любой момент, это прям безусловный плюс. Релокейт нафиг не нужен, тизера всё равно нет. Крик, например, Адмирал Бульдога, да, Рубик здесь на ура прям заходит. Ну что, и Лилидан встречается здесь с Адмирал Бульдогом и очень удачно здесь Кабан вообще подставился, спас фактически своего хозяина. Если бы впитал фулл Рокет Бараш у нас Бейсмастер, то кто знает, что с ним было бы. А так в итоге у нас Кабан полностью впитал в себя весь дэмэдж от Лилидана и остался Адмирал Бульдог жив. Команда Альянс с появлением Адмирала Бульдога смотрится очень хорошо прям. Вот по сравнению с теми Альянс, которые были ещё 3-4 месяца назад, это вообще была не команда, это был позор какой-то полнейший, осквернение имени честного команды Альянс. То сейчас команда Альянс смотрится прям на ура. Всё хорошо, всё получается великолепно. Как-то один механизм слаженный работает. Шведская машина. Ещё и птичку здесь нашли. Полностью унизили Адмирала Бульдога, показали абсолютное неуважение к нему. Так ему и надо. Не надо своих зверей разбрасывать по вражескому лесу. Чего ты добивался. Гирокоптер идёт фармить у нас на нижний лайн, помогать будет ему Лил, который играет на Рубике Гот на мидлейне на Квин оф Пейн. И недалеко пока что ФНГ, но ФНГ скорее всего гуляющий будет Шейкер, который по лайнам у нас будет... Расходится Клокверк от Фобоса на сложной линии. Против него стоит Факин Мэтт, стоит против него Лода на Тине и стоит Аки на Виспе. А в миде Пайкат на Паке против Квапы. И стоять Пайкату будет легко-легко. Уже со старта Фейсшифт вкачал у нас Пайкат. Знает, что здесь Шадоу Страйки нон-стоп будут от Квапы. Тут надо выбирать, либо это Скрим оф Пейн, либо это Шадоу Страйка. Чего уворачиваться Пайкат, я думаю, для себя уже решил. Нет иллюзори у Арба у Пака. Ну, совсем немножко осталось до его появления. В принципе, сейчас второй левел уже будет для Пайката. ФНГ, поэтому бессмысленно заходить. Разве что Курьера попытаться забить здесь палками. Пайкат под собственным Тауэром. Иллюзори у Арб за годом, ну, недалеко ФНГ. Прыгать сюда Пайкату, это подобно смерти. Третий левел Квапа, второй, почти третий левел у нас Пайкат. Стан пошел по Пайкату, ну и год не успел дать Шадоу Страйк. Так непонятно даже почему, а можно было бы явлеть, если не Шадоу Страйк, то потом дать хотя бы Скримов Пэйн. Ну и Пайкат начинает с годом здесь состязания нюков. Кто кого. Ситуация на самом деле у Пака поприятнее. Он может уворачиваться, Квапа уворачиваться. А было бы от чего уворачиваться. Стрелизори у Орб Квапа тоже может уворачиваться, поэтому в принципе все здесь равно. Любой другой герой против Пака стоял бы не очень. И любой другой герой против Квапы, если бы это не Пак, тоже стоял бы не очень. Но по сути здесь такая вот все сбалансировано. На миде что одной команды, что другой. Факен Мэтт начинает здесь гонять Фобоса. Ну, два удара в Саут Шилд. Все это Фобосу фиолетово абсолютно. Пайкат на лоу ХП. Лил поднимает у нас Пайкат, возвращает его назад. Элизори Орб через секунду. Шифт есть. И Пайкат у нас не уходит, потому что знает, что Лил за ним. Все, в итоге у нас Пайкат уходит в Орб и Лил забирает ФБ. На хосте Рубик. Очень удачный выход на мидлейн. Теперь можно и Аки погонять. Телекен С через 4 секунды, но заканчивается хоста у Рубика. А так можно было бы и Виспа куда-нибудь засунуть на хайграунд. Для него, конечно, не критично, но... Так, шутки ради. Одного убил, второго по приколу убил. ФНГ. Встречается с Адмиралом Бульдогом здесь. Никого никто не трогает. Ни ФНГ удар по Бульдогу, ни Бульдог не разворачивается. Видит, что отхиливается здесь, точнее, отпивается Маной Шейкер. Не сбивает ему Боттл. В принципе, абсолютно флегматично прошел мимо Адмирал Бульдог. Останавливаться там ни на секунду не стоило. Первый левел как-никак, и вдруг там герокоптер где-то рядом, а ты будешь стоять, втыкать, ждать, пока ФНГ даст тебе фиссуру. Поэтому Ясен Пенни, Адмирал Бульдог бежал тут, сломя голову от саппорта команды Virtus.pro. По золоту ВП выигрывает почти 1000, по экспириенсу 500 в пользу команды Virtus.pro. Аки приходит к Пайкату на мид. Немножко подхилил, и все, и ушел отсюда. Боттл есть у Аки, поэтому... Своеобразная аптечка здесь на любой линии. Гот неплохо настрелил Пайкату. Shadow Strike не запускал. Scream of Pain проюзал. Зори Ор полетел в год, а год уворачивается. Уже за Т1 заходит команда Virtus.pro. Через Rocket Barrage сливают пачку крипов, я так понимаю, а ВП начинают пушить. Крипы подходят, машинка есть. Кабан здесь не критичен абсолютно. Что это такое Рубик у нас? Рубик у нас так красиво левел получил. Лил получает четвертый левел, второй телекинез, как я понимаю, будет. Там, может быть, кстати, и Нуфилд будет прокачан сейчас. Узнаем. Нет, второй телекинез. Можно попробовать забрать Курьера. Знает же Лил о его присутствии. Ну, тут по лесам Лилу лучше бы убежать. Адмирал Бульдог за ним и теперь Пайкат за ним. Четвертого левела Пайкат, четвертого левела Лил. Вот это саппорт. Мидера тут, в принципе, Мидеру не уступает по левелу. Поднимает у нас Пайката в телекинез. Возвращает его назад. Или Дан, еще и Фессуров Пайката. Все, шифт уходит у нас в пак и через Ульзорию Орб. Быстрее валить отсюда. По лайнам, конечно, абсолютный салат. Здесь что с одной стороны, что с другой. Салат, я имею в виду, винегрет салат. То есть, непонятно, что происходит. Всего навалом, ничего толком, никакой комбы особенно не вырисовывают. Просто бегают по линиям, что игроки одной команды, что другой. И существенно ничего не делают. Но, по сути, не сильно мешают. Тини фармит 29 на 19. Или Дан фармит. Или Дана 37 на 16. Или Дан тоже тут по фарму прям вообще молодец. Первое место. И по Крипстату, и по Нетворсу. 2600 у него, 2300 у Тини. Забили все команды, все игроки, всех команд на ракету на гирокоптере. Теперь это вообще не тренд. Теперь тренд Флэк Кеннон с первого левела. И Рокет Бараш, разумеется, тоже с первого левела. Поднимают у нас Адмирала Бульдога. Третьего левела Адмирал Бульдог. Пытаются его разбить. Ну и все. Флэк Кеннон здесь еще один удар. Адмирал Бульдог выживает. Не самый удачный выход. Но, с другой стороны, Ильдан свое дело сделал. Он подформил крипов. Сейчас еще одна пачка придет. Будут забирать Т1, скорее всего, внизу. В это время у нас Пака забирает команда. Виртус Про 2-0. Становится счет. Еще и Тауэр, в принципе, должен упасть для российского коллектива. Тауэр для Ильдана. Гирокоптер его забирает. Ну и все. Команда Виртус Про начинает давить по золоту. 3000 для них по голде. 750 по экспириенсу. Ну что, время посмотреть на артефакты. Время модного приговора. Фобос, жуть какая. Второй левел. Второй левел Клокверка. По окончании седьмой минуты 4 на 1 крипстату Фобоса. Ну хоть постой по бомжу здесь. Боится даже близко подходить Фобос. Все, третий левел есть для Фобоса. Теперь он король сложной линии. Адмиралу Бульдогу нравятся мои шутки. А мне нет. Клокверк. Выходит у нас в ПТ. Ничего по артефактам серьезного нет. Ну удивительно, если было бы. Фобос вообще без фарма, по сути. Квин оф Пейн уже у нас. С Пауэр Трэд, с Нул Талисманом, с Батлом, с Мэджик Вондом. У Гирокоптера есть Фейсбуцы. Мордип Маск. И, по сути, все. Ничего нет в Курьере. У Лила на Рубике тапок. Мэджик Вонд больше ничего. В принципе, все. Все, всех посмотрели. Шейкер еще. Шейкер 300 голды на руках. Бутс оф Спид. Ловят Пайката. Поднимают в Телекинес. Пайкат через Иллюзорию Орб. Уходит у нас на Хайграунд. Ну и Пайката забирает Квин оф Пейн. Там был Шадоу Страйк в Пайката, поэтому уйти не получилось бы. Ну и видим, что делает Клопак. Клопа максит Скрим оф Пейн. Шадоу Страйк против Пака максит не вариант вообще, потому что Пак у нас в любом случае увернется от всего этого. Даблкил в это время делает Год. Прилетает у нас на топ-лейн и разваливает Бэйна. Потеряли Бэйна на легкой линии, потеряли в миде Пака. И потеряли Клокверка игроки команды Виртус Про. Первый килл для команды Альянс. 8 минут сыграно. 4 тысячи ВП по золоту и 2,5 по экспириенсу. Виртус Про очень уверенно лидирует. Очень уверенно. Иллидану никто не мешает. Иллидану на фрифарме. Тебе, пожалуйста, фарм товаров, фарм крипов. Скоро начнется фарм героев. Почти 8 левел у Гирокоптера. По-моему, топ-левел на карте. Нет, 9 левел у нас у Года. И Год в это время еще один килл делает. Год у нас на топ-лейне забирает Адмирала Бульдога. Соник Вейв не провязал. Слил полностью Манул. Слил ее, видимо, в скримов Пейны. Удары с руки. Ну и Фобос был здесь. Фобос без хукшота. Фобос так, через ракетку. Разве что? Фобос пошел подстопить здесь Тинни. Аки 4 левел. Поэтому вперед залететь и кого-то поймать, например, тоже Квапун не получится. Аки надо еще подфармить. У Лоды дела не так радужно, как в прошлой игре. Там на 9 минуте у Лоды уже была жесть какая-то. Я, по-моему, 4 убийства, 5 ассистов всего предостаточно. И Пайкат шел у нас уже со счетом 9-0 на 12-й минуте. Сейчас у Пайката 0-3. Команда Virtus.pro делает с Альянс, в принципе, все, что им хочется. Драки по сценарию, навязанному Virtus.pro. И это плюс. Именно так Дота и выигрывается. Куда у нас Тинни ушел? Тинни у нас просто ушел. А в это время Квапа забирает еще раз Бэйна. Факин Мэтт. 0-2-1. 6-1 счет. Ну, плюс, плюс, плюс. ВП наращивает обороты. ВП позволяют своим рахитам, вот таким как Клокверк, недофармленным, зарабатывать свой левел. Клока отправляют на мид-лейн. В это время Гот просто-напросто гуляет по линиям и выключает одного за другим игроков команды Альянс. И это хорошо. 10 тысяч, ой, 10 минут сыграно. Почти 5 тысяч преимущества команды Альянс. Так, где Гирокоптер у нас? Гирокоптер у нас кулдаун тратит на крипов в лесу. Или да, напугал меня. Думал, еще один масс-файт я пропускаю. Вроде бы нет. Ну и Фобос здесь на мид-лейне. Уже почти пятый левел. У Пайката восьмой. У Года десятый с копейками. У ФНГ четвертый. Так, врывается Лода в ФНГ. Врывается в Года. На лоу хп что один, что второй. Год, скорее всего, здесь умирает. Да, Года убивают. Убивает также Пайката. Разменялись мидерами. Игроки обеих команд. Ну и был бы у Фобоса хукшот. Здесь поймать бы Лоду прям на ура можно было бы. По факту один в один разменялись. Конечно же, в плюс команды Альянс. Забрали Года. Год тут один из самых дорогих героев. И одна из самых важных целей для команды Альянс. Лода прыгает у нас на Гирокоптера. Вот это, я понимаю, реализация даггера от Лоды. Убивает у нас Гирокоптера. Хотя кулдаун должен убить Лоду. Нет, выхиливает его Пак. Но здесь Лил уже не отпускает Тинни. В итоге файт заканчивается со счетом 2-3. И 9-3 в общем показателе. В любом случае, факты... Фраги команды Альянс дороже, чем фраги команды Виртуз Проп. Потому что они выигрывали очень даже серьезно. Они выигрывали со счетом 7-1, по-моему, или 6-1. И понятное дело, что каждое убийство игрока команды Виртуз Проп для Альянс невероятно дорого. Дается у КВП. Уже есть 11-й левел, второй Соник Вейв. Есть Обливент Став для года. Один и второй постепенно вырисовываются. Надо еще, правда, купить Квартер Страф под это дело. Ну, в минуте к 14-й с такими темпами год насобирает на Оркет. А там, глядя и Тинни, не такая грозная цель будет. У Тинни есть даггер. В прошлый раз Лода у нас на 12-й минуте уже бегал с Аганимом. Сейчас у него только даггер. Ну что, Тинник, по-прежнему у нас в окружении. Ну как в окружении, просто в компании с Аки. Так должно быть вплоть до конца игры, это понятное дело. Но Аки уже есть релокит, поэтому уже Тинни более-менее полезные и мобильные становятся. Команда Виртуз Проп в это время подходит по мидлейну. Втроем здесь собрались. Фобос готов провязать хукшот. Было бы в кого. Факен Мэтт исчезает с этой линии. Ну и перемещается сюда Аки вместе с Лодой. Лоде надо фармить. Лода должен зарабатывать деньги. Лода должен покупать Аганим. Без Аганима Лода не тот Тинни, который нужен команде Альянс. Фессура у нас у ТФНГ. Зачем в кого? Просто забрать себе големчиков. Тоже неплохо. Так, смотрим на Нетворс. Первое место у нас у Года по-прежнему в 6300 по экспириенсу. Ой, по экспириенсу. 6 у него на втором месте. У нас Герокоптер по экспириенсу тоже на первом месте Год. Дальше идет уже Тинни. У Тинни 5100 и 300 Адмирал Бульдог. Вы видите, какая огромная пропасть между Герокоптером, Квапой, Тинни и дальше Лилом. Лил в четверке по Нетворсу. Четвертое место на карте Рубик. Так, у Релокейт у нас Тинни плюс Аки. Аки моментально разрывается просто здесь от ульты Квапы. Ну и дальше колдаун пошел от Иллидана. Минус 2 делает команда Лайнс. Минус 3 отправляется в таверну. Мидер отправляется 2 саппорта. И Лода вынужден пешком с Адмирал Бульдогом отсюда валить. Потеряли мидеры игроки команды ВП. Потеряли одного саппорта. Ну, важных на самом деле героев потеряли. По Нетворсу дороговато это все вышло. Для Альянса не в плюсе. 2000 голды и 2 экспы. За Лодой дальше бежит здесь Иллидан. Разворачивается назад. Ну и Лода на середине ХП не критична на самом деле. Сразу же смог Юзайт Коммада Лайнс и в обратную сторону. Фобос на всякий случай поставил у нас Коги. На отход Ифис Урал от ФНГ. Вдруг кто гонится, так гонится на самом деле. Лода прыгает на Лил. А Лил приземляется. Лил Юзайт стики. Лил живой. По ФНГ. Хаслэм по Лоде. Лода в Таверну. Дальше за Факин Мэдом. Адмирал Бульдог без маны. Факин Мэд. Брейнсап. Есть финсгрипп у него. Будет ли юзать его кулдаун под ноги Факин Мэду. И Флэг Кэннон тут даже. Ой-ой-ой. Прибило просто к земле у нас Бэйна. 2 в 1 файт. Потеряли Лила и забрали мейнкерри. Забрали также саппорта. Все это в плюс для команды Виртус Про. 740 голды зарабатывают в файте Виртус Про. И 1700 экспы против 922 от команды Альянс. ВП продолжают наращивать преимущества. 6000 золота. 3,5 экспириенс. Все прям хорошо-хорошо для команды ВП. Дерутся на ура. Иллидан теперь не выглядит таким немощным, как в прошлой игре на Лайфстилере. А вот Аки с лодой смотрится не а лёд. 2-2 Тинни и Висп 1-2. В прошлой игре у Виспа к этому моменту. Это за 2 минуты до того, как команда ВП написала ГГ. Напомню на секундочку. У Аки был счет, по-моему, 6-0. Если я не ошибаюсь, у Тинни и того больше. И пайкат шел у нас со счетом 10-0 или 10-1. Сейчас совсем не та история. Так, врывается у нас Фобос на Аки. Аки через тизер спокойненько на лоду. Ну, не знал, что ли, этого Фобос, что есть тизер у Виспа. Или думал, что рядом с Виспом никого нет. Но это смешно. С Виспом никто не должен быть рядом. Висп должен быть рядом с кем-то. И, разумеется, если Висп здесь ходит, значит, он ходит, сопровождая либо Тинни, либо Пака, либо еще кого угодно. Просто-напросто потратили хукшот. Ну, такая разведка боем от команды Virtus.pro. Примерно понимают, где дислоцировались Альайенс. Альайенс зажата в собственном лесу. И выходить на линии они боятся. И это хорошая тенденция для ВП. Такие катки можно и выиграть. Если, конечно, Тинни у нас не расформится и не перевернет вверх ногами всю игру. 11-й левел только-только получает лода. Полторы тысячи у него на руках. Будут ли это барабаны, либо лода быстренько пойдет в аганим? Сейчас узнаем. Курьер полетел у нас в секрет-шоп. Значит, будет поинт-бустер. Будет? Не будет? Будет? Не будет? Ну-ка, ну-ка. Да, поинт-бустер приобретает лода. И Курьер полетел на топ-лейнг. У Тинни есть даггер. Он может врываться сам, а потом уже придет Аки. В это время, кстати, развалили у нас пака. Пайкат на нижнем лане сливается шестой раз. Вспомните Пайката в прошлой игре. Пайката, который на Миране вообще равных себе не имел. И не знал. Это было очень круто. Аки у нас опять улетает спокойненько на тизере на лоду. Даже говорить не стал. Вдруг там Аки забудет, как улетать из Когов и из-под батареи Саут. Нет, Аки не забывает. У Аки все в порядке. С памятью, да и с руками, я смотрю, тоже все хорошо. А Тинни готов ворваться. Врывается в Элидана. Эваленш и Тос. И почти все ХП сливают Элидану. Но хватает при этом хеллспоинтов, чтобы остаться живым. Брейнсапот факин Мэда. Элидан по-прежнему живет. Уйди, лавка, уйди. Факин Мэд юзает финс грипп у нас в Элидана. Элидан в таверну. Клока также потеряли. И Лода, скорее всего, еще и ФНГ здесь забирает. Даблки Лод. Мейнкерри команда Alliance. Три в один подрались. Это очень проблематично для команды Virtus.pro. Лода умирает в этом файте. Три в два. Заканчивается драка. Не заканчивается, а продолжается драка. Ну и Лила тоже здесь потеряли. Четыре в два. За годом не пошли в кусты и правильно сделали. Две двести Альянс зарабатывают в этой драке золото. И четыре восемьсот девяносто. Три экспириенса за один несчастный файт. Подставился Элидан. Подставился Лил. Неудачный. Еще один неудачный врыв от Фобоса. Все это огромным плюсом упало для команды Альянс в их копилку. По золоту выигрывали Virtus.pro 8. Теперь, я думаю, до пяти спустятся. По экспириенсу Virtus.pro выигрывали пять. Теперь до трех сваливаются в своем преимуществе. Ну и все это двигается вниз. Все это двигается в пользу команды Альянс. И это уже неприятно для российского коллектива. Висп. Две сто имеют на руках. Покупает себе Аки Хедреску. Покупает себе Баклер. Готовится выйти в Меку. До Мекки совсем немножко остается денег Аки. Тини в это время уже приобретает себе Огур Клаб. Есть у него поинт-бустер. И остается полторы тысячи до появления Аганима на лоде. Я думаю, что такими темпами Тини будет с Аганимом. Минутик 22-23. Ладно, давайте по артефактам пробежимся. Все-таки затишье какое-никакое. А нет, смог, провязали Virtus.pro. И fucking Matt не хочет спускаться вниз. Что-то где-то он видит. Аки поднимают у нас в телекинез. Под эхо-слэм от ФНГ. Вот это не жалует у нас Аки. ФНГ не жалеет эхо-слэма. Да сколько можно. Сколько хукшотов уже Virtus.pro влили у нас в этот раз. Этого несчастного Виспа. Надо было как-то справляться. Шейкер моментально. Раскаст по Виспу. Дальше раскаст пошел по паку. Фиссуру поймал у нас пак. Ну и все. Минус 2 делает команда Virtus.pro. Зарабатывает столько, что слишком долго. Я говорил. И Fight Recap нам все не показал. Короче говоря, делают минус 2. И забирают в очередной раз пайкат. А пайкат идет со счетом 2-7. Это совсем не тот пайкат, который мы видели в прошлом матче. У Виспа 1-3. Так, Queen of Pain у нас по артефактам. Уже имеет оркет. Уже есть Огр Клаб. Появляется Митрилхаммер. И 1000 голды для года. Сейчас если Тавер году бы подарили... Да кто тут подарит Тавер? Гирокоптер забирает Тавер. Году остается 60 копеек до появления Блэкинг Бара. Год перемещается на нижний лайн. Эти 60 копеек себе и нафармить. Все. БКБ для Queen of Pain готово. У Шейкера еще 1000 почти до Даггера. У Гирокоптера есть БКБ, есть Доминатор. Аквилла, фейсбуцы для Элидана. Ну и 1000 золота сверху после машинки. Если бы Элидан зафармил эту машинку. Ну что, забрали у нас Квапу. Забрали Квапу через Финс Грипп от Факин Мэда. И Фобос тоже скорее всего отправится в Таверну. Пайкат. Еще один удар. Нет никакого удара. Бросок от лоды. Минус Фобос. Queen of Pain и Клокверк. Мидер и Оффлейнер отправились в Таверну. Плюс 1800 голды. Плюс 2900, даже 3000 экспириенса для команды Альянс. Куда движется команда Virtus.pro, если не на дно вообще этого матча? У меня вопросы. Точнее такие вопросы больше риторические. Virtus.pro прекрасно понимают, что так делать нельзя. Но при этом Virtus.pro умудряются подставляться. Ходят по одному. Сливаются пачками. Дарят кучу денег своим оппонентам. Альянс уже показали, что они готовы делать с командой Virtus.pro. Если Virtus.pro это позволит делать. Так вот, Virtus.pro примерно повторяет судьбу прошлого матча. С отставанием, правда, на 20 минут. Но сейчас они ведут себя так, как вели с первых минут прошлой катки. У Тини уже есть Аганим. 22,5 минуты у Тини Аганим и 1300 сверху для лоды. Просто дарят лоде деньги. Бери, пожалуйста. Лода уже по фарму имеет 10 тысяч. Отстает всего лишь на тысячу от года. Ну и расфармленный Тини это не расфармленная квопа. Я думаю, вы прекрасно понимаете. У Тини появится БКБ. Квопа будет просто-напросто бесполезной. БКБ, Манта Стайл. Все, Тини не почувствует ни квопу, ни клокверка, никого. И Висп, который будет как сумасшедший хилить у нас Тини. Ну, это жесть полная. И понимают, это Виртус Про. Они уже по лоде проиграли. С 7500 до 3000, 4500. По экспириенсу тоже с 5 спустились до 500 преимущества. 4500 там, 4500 там. Ну, что это? Хорошо? Нет, это нехорошо. Это нехорошо. Так, давайте по вещичкам пробежимся. Гирокоптер 2-100 имеет на руках. Надо Яшу покупать или Дану выходить в Манта Стайл. БКБ есть, есть. У него Хелмов Доминаторов из Буцы, Аквилов. Все, в принципе, у или Дана нормально. По фарму он на втором месте. На первом у нас Готу, Года. 10-ти секундный БКБ. Есть Оркит, есть. Мэджик Вонт, есть Пауэр Трэдс и Боттл. Рубик с Даггером и Урн оф Шадоуз. Для Лила, в общем-то, не все так плохо. Даже очень хорошо для Лила. Так, Лок опять у нас где-то встрял. Фобос во вражеском лесу у нас умирает. Пошел колдаун от Гирокоптера. Не по кому в принципе. Факен Мэтт в кусты и быстрее лететь под собственный фонтан. Давай, Иллидан, убей. Некрономикона. Убил Некра у нас Иллидан. Получил немного дэмэджа, но при этом под 200 золота. Получил безусловный плюс, конечно. Но плюс, собственно, в чем были мои опасения. Мои опасения были в том, что команда Альянс после того, как Гирокоптер сольет себе 500 хп, развернется и разорвет у нас Гирокоптера на маленькие винтики. Нет, Альянс уходили. Они понимали, что файтиться вдвоем-втроем нет смысла. Даже при потраченном колдауне. И разошлись. Все, смотрим на Тинни. У Тинни 2500 на руках. Лода уже с Аганимом. Лода с Даггером. Лода может врываться с Виспо. Может Лода врываться сам. Ему, в принципе, фиолетово. 2600 есть на руках. В скором времени появится Блэк Кинг Бар, а дальше Монто Стайл или Маск Оф Мэднес. Вообще Лода из тех оторванных парней, которые могут Мом на Тинни собирать, и который собирал Мом на Тинни. У Адмирала Бульдога 1100 есть на руках. После третьих Некров. Сам может не файтиться, просто покемонов отправляй в файт. Пикачу, выбираю тебя, и все. И стой издалека, давай. Праймл Рорс, смотри, как разваливается команда соперника. У Пака есть Глиммер Кейп. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Пак загнанный совершенно. 2 на 7. Кда у нас у Пака. Пайкату ничего не оставалось, кроме как под сейв такой вариант себе выбрать. Есть у него Даггер, есть Нул Талисман, есть Ботл. Ну и Глиммер Кейп не характерный для Пака. Артефакт вообще в любом случае. Факен Мэд. Пытался здесь сделать ТП-аут, не получилось. Лил прыгнул в кусты, поднял в телекинез. Еще и Брейнсап забрал себе. Это хорошо для Лила, это чудо и чудес. Лил себе треть хп. Не треть, две трети вообще. Ну, половину точно хп восстановит за счет Брейнсапа. Еще и с соперником может на равных поговорить. Виртус Про забрали Факен Мэда. По голде они выигрывают 2 500. По экспириенсу Виртус Про выигрывают всего лишь 700. Тоже вопрос времени. На второе место уже перемещается Тинни, обгоняет Геррокоптера. Дальше. Гот. Следующая цель для Лоды. Цель компендиума. ФНГ врывается у нас в Адмирала Бульдога. Эхо Слем в одного Бульдога. Плохо очень. Правда, Адмирал Бульдог в итоге у нас все равно умрет. И пошел у нас Дрим Койл от Пака. И минус. ФНГ. И минус. Лил. И кое-как отсюда упрыгивает Гот. Упрыгивает на хэкграунд, поэтому его не смогли достать после стана, после разорванного Дрим Койла. Ну и минус 2 делает команда Альянс. Альянс просто на ровном месте подарили себя игроки ВП своим оппонентам. Еще и Гот здесь встреет. Сайленс на Годе. Гот на лоу хэп пытается уйти. Пайкат. Даггер. И минус. Не Даггер, даже через Олю... Ой, какие сложные слова. Через Иллюзори Орб у нас. Даггер не проюзан. Через Иллюзори Орб долетает Пайкат до мидера команды Virtus.pro. Фобос под Сайленсом. Половину хэп сливают у нас Фобосу. Фобос отсюда уходит. По итогу файтов, конечно, Альянс остались в плюсе. И сейчас мы поймем, что графики уже у нас для Альянс положительные. Где обновления ждем. По экспириенсу 100% Альянс у нас будут впереди. Так, Рубик. Рубик забрал Пака. Фессура. Фессура Рубик. А ну-ка. Нет. Фессура не Рубика. У Рубика у нас Иллюзори Орб. Лил здесь догнал Пака. Пропустил немножко. Ну и что. По итогу этого файта 640 заработал коллектив Virtus.pro. Безусловный плюс. И по экспе по-прежнему ВП держится в плюсе. По новым артефактам у Бестмастера ничего не появляется. Адмирал Бульдог готовится выйти в Даггер, как я понимаю. Судя по тому, что копит деньги у Тини. У Тини появляется Хипперстоун и Кристалис. И просто иди сюда, если вдруг попадет под рассказ. Сколдаун на Адмирала Бульдога. Тот в Глимеркейп. В принципе, все хорошо. У него Лода подбрасывает у нас Квапу. Квапа приземляется почти мертвая. Уходит отсюда. Никого не потеряли в этом файте игроки команды Virtus.pro. Но Квапа без ХП и почти без ХП здесь был Гирокоптер. Гирокоптер заходит в инвиз и может, в принципе, навязать драку команде Alliance. Правда, маны нет у Гирокоптера. Рокет бараж, флагкеннон должно хватить. Факин Мэда видит. Гирокоптер на хайграунд. Быстрее Факин Мэд ловит у нас фиссуру. Фобос, хукшот в Факин Мэда. Факин Мэда заберут. Пытается подсейвить его Аки. И сейвит им Мэдшка. В принципе, фуловый. Минус Висп в этом раскасте. В Глеймер Кейп заходит у нас Факин Мэд. Факин Мэда забирает. Минус 3 делает команда Alliance. Фобос нашелся убийца у нас. Фобос забирает двоих героев в данном файте. 1800 зарабатывает команда Virtus.pro. 770 капает Фобосу. И 4500 по экспириенсу. Здесь можно и оторваться. Ну и как бонус Рошан для команды Virtus.pro. Тини на Роху не подойдет соло. Даже вместе с Адмиралом Бульдогом не подойдут. Нужен сюда Висп. На релокейте надо залетать. Но к тому моменту Рошан будет мертв. Нет медальона ни у кого. Ну и нафиг не нужен. 30 минут сыграно. 5000 золота Virtus.pro. 5000 экспириенс Virtus.pro. Ну некие качели конечно. Но при этом. При этом качели. Достаточно положительные. Для всех болельщиков команды Virtus.pro. Не так все печально как в первой игре. Первая игра вообще была в два раза короче чем сейчас. Играли уже игроки. За пайкатом. Выехал уже конвой игроков команды Virtus.pro. Год не допрыгивает до пайката. Дальше не идет. Появляется Ultimate Orb. Для квапы готовится выйти скорее всего в Хекс. У Гирокоптера. Уже есть Shadow Blade. Есть БКБ. Доминатор имеется так же. Но что-то же себе купил Гирокоптер. Конечно. Гирокоптер себе купил Сенш. И рецепт на Сильверейдж. Все. Гирокоптер уже Сильверейджа. Не просто невидимый. Но еще и очень сильный Гирокоптер. Лода в это время пинает Тауэр на мидлейнин. Немного ударов надо сделать Тини с Аганимом и 17 левелом. Как вы понимаете. Тауэр сыпется. Ну что. Пошел у нас файт. ФНГ ловят. Поднимают в телекинес Лоду. В итоге ФНГ отправляется в таверну. Год. Юзайт БКБ. Скорее всего заберет здесь Виспа. Кулдаун у нас по Пайкату. А кто, кто, кто это? Кто это? Это у нас Лил слоу граунда развалил в итоге Пайката. Украденный финс грипп от Лила. Минус 3 делает команда Виртус Про. Теряют только ФНГ. Байт просто крутейший. Полторы тысячи золота. Виртус Про. И по экспириенсу 4800. Тоже команда Виртус Про. Файт очень крутой. Получился. Классно отыграл Лил. Рубик нашел здесь что украсть. Украл финс грипп у Факин Мэда. И приговорил мидера команды Альянс к смерти. 3-10 пак. Пак просто несчастный. Если бы не Дрим Койлы. На пака смотреть было бы больно. Хотя и с Дрим Койлами смотреть на пака очень даже больно. Мне нет. Но во всей команде Альянс 100%. 6000 золота Виртус Про. 8, даже наверное 8 с копейками. Тоже в пользу команды Виртус Про по экспириенсу. Гирокоптер у нас уже с Сильвер Эджем. Есть 2000 сверху для Илли Дан. Можно подумать уже о покупке МКБ. Или... Или... Или бабочки. Скорее всего бабочки. Тут один удар от Тини чего стоит. Лучше бы не подставляться под дэмэдж от Тини. Поэтому думаю что Илли Дан все таки Баттерфляй. Будет себе собирать. У Шейкера есть Даггер. Есть Транквил Буцы. Тини уже с готовым Дайдаусом. И Линкенсфера прилетает у нас к Вапе. И прилетает Алибарда для Клокверка. И еще что-нибудь купите. Я тоже таким дурацким голосом озвучу. И больше ничего. Пока что ничего нового. Кроме озвученных артефактов не появилось. В Инвизе у нас Гирокоптер. Готов файтиться. Еще один Финс Грипп от Лила. Забирают у нас Адмирала Бульдога. Выпадает из него гем. Об этом знают игроки команды. ВП. В это время факин метод Фобоса. Разваливается доминейтинг от офлейнера. Минус два. Ну и бежать отсюда Тини вместе с Виспом. Бегите, бегите. По мидлейну. Заходит команда Virtus.pro на хайграунд. Если не заходит, то как минимум должна это делать. У Квапы есть Линка. Есть БКБ. Есть Оркит. Не очень уязвим теперь. Год у нас... Год уязвим. Не очень. 8000 ВП по золоту. 12 по экспе. Т3 по мидлейну. Горит. Тини пошел по низу. Стараться здесь контр-пуш какой-то навязать. Не навязать, точнее организовать. Сваливают Т2 игроки команды Alliance. И быстрее должны Virtus.pro дефать собственную нижнюю линию. Лода ловит у нас Фессуру. У Лоды нет БКБ. Лучше бы Лодью отсюда уходить. Все, Тини у нас даггераут. И к нему привязывается Аки. В это время разрушили полностью мид-линию игроки команды Virtus.pro. Могут с чувством выполненного долго валить отсюда. Ну что, время модного приговора. Пора посмотреть вещички. FNG. С даггером Staff of Wizardry, скорее всего, Force Staff будет для Шейкера. Появляется Игл Сонг у Гирокоптера. Готовится выйти Лидан в Баттерфляй. Все остальное мы с вами уже видели. Увидели у нас Гирокоптера. Гирокоптер через Флэг Кэнон решил забрать здесь красненького Некрономикона. Не стоит. Клок забирает Бэйна. Какой же дикий стал Фобос. Фобос просто осатанил после того, что с ним сделали на сложной линии. Без фарма у нас половину игры простоял. Ну, теперь как голодный ребенок просто дорвался до легких крипов, легкой наживы. И Бэйн. Который раз уже у нас умирает от Фобоса. И Бэйн, и Висп, и все-все-все. И Адмирал Бульдог под кулдаун попадает. Разваливается Адмирал Бульдог. Минус. Оффлейнер команды Альянс. Тридцать три семнадцать. Тринадцать тысяч выигрывает Виртус Про по золоту. Пятнадцать с половиной выигрывает по Экспириенсу. И проигрывать эту игру, ну, нельзя ни в коем случае. У Тини появляется второй Хипперстоун. Лода просто чокнутый. Лода покупает себе два Хипперстоуна. Они никуда. Они просто сами по себе. Не факт, что Лода планирует здесь приобретать, например, Керасу и Мьелнер под эти Хипперстоуны. Вряд ли. А нет, Лода, скорее всего, купит себе ерундистику под названием Муншард. Я так понимаю. Может, даже потом ее и съест. У всех на виду. Может быть. Да, Муншард переобретает себе в итоге Тини. Ох, это новая Дота. Столько неизведанного. Гирокоптер убивает в это время Виспа. Где у нас Аки? Аки у нас остался на собственной... Аки у нас прилетел, как я понимаю, на релакете. Да, он увез Тини, а сам вернулся, бедняга Аки. Вернулся без Тини. Тини там делать было нечего. Ну и Висп, в принципе, обречен был. Гирокоптер зарабатывает себе денежки на Баттерфляй. Есть еще 800 сверху для Иллидана. На байбэк в любом случае не хватает. Но тут байбэк пока что не нужен. Пока что масс замесов не планируется. Команда Virtus.pro выходит на Т2 по топ-лейну. По фарму смотрите, что с Лодой. Лода совсем немного отстает от Иллидана. Сейчас Лода выберется на первое место по Нетворцу. Чуть-чуть. 100 голды всего не хватает. Тауэр падает. Иллидан немножко вперед. Но Лода тоже от него отставать не должен. Лода идет по нижнему лайну. Пачки крипов для Лоды сыпятся. Лода все равно отстает от Гирокоптера. И Гирокоптер фармит лучше. Это просто гонка вооружений. Вообще у нас тут две сверхдержавы в лице Тини и в лице Гирокоптера. Сражаются. Аганим появляется для Лила. Лил решил стать самым полезным игроком в данном матче. Лил и так у нас отыгрывает на 5 с плюсом. Плюс еще и Аганим. А что Аганим дает? Аганим дает Праймал Рор, например, на полкарты. Аганим дает Финс Гриб Бэйна, который нельзя контрить. Который моментально в Найтмэр отправит каждого, кто попытается прикоснуться у нас к Рубику. Я думаю, вы в курсе. Ну что, Рубик врывается, крадет у нас топоры. Заливает сразу же топоры. Финс Гриб у нас пошел в года. Крадет сразу же Финс Гриб у нас Лил. Ну и смотрим. Финс Гриб по лоде. И сразу же отправляется в Найтмэр Кабан. Отправляется не Крав в Найтмэр. Все в Найтмэр. Правда, это было очень красиво, но не очень эффектно, но не очень эффективно. Рубик показал, как работает Аганим на Бэйне. Аганим, который на Бэйне никто не собирает. Вот он показал, как он мог бы в перспективе выглядеть. Теперь мы знаем. Спасибо большое за ликбез Лил, но лучше бы это было не делать. Потеряли двух игроков. Команда Virtus.pro. Потеряли мидлейн к Вапу. И потеряли саппорта Рубика. Который у нас до недавнего времени топ-4 был по Найтворсу. Печальненько. 15 тысяч в плюсе ВП по золоту. По экспириенсу 15 тоже Virtus.pro. У Бульдога первого левела. Boots of Travel. Есть Даггер. Так, ФНГ у нас ловит Адмирала Бульдога. Здесь же Иллидан. Ну и колдаун есть у Гирокоптера. Юзать нет смысла. Никто не подходит. Дрим Койл в принципе в никуда. Про юзан врывается лода у нас на ФНГ. А ФНГ выталкивает себя через Форс Став. Есть Даггер. Есть Даггер с хайграунда. Блочит у нас лоду. И колдаун ему по голове. На тебе лода. Выкуси вообще. Развалили у нас лоду за всю боль прошлого матча. Минус лода. Минус 3 делает команда Virtus.pro. 37-19. По итогу этого файта 1000 голды подняли с одного Тини. 2400 экспириенс. Сейлидан заходит на хайграунд. Сразу же вниз. Бараки по... Не бараки, а тавер по нижнему лайну. Начинает сыпаться. Фобос, ну танкуй. Дрянь такая. Пайкат что-то там еще настреливал. Уходит отсюда. Ну и потихонечку, потихонечку стараются расковырять у нас тавер по нижнему лайну. Врывается у нас Супер. Крадет Финс Гриб. Есть Аганим у Супера. Еще раз Финс Гриб с Аганимом. Ну-ка, ну-ка. Лил сам себя отправляет в Найтмейр. Началась игра нелепая с Фобосом. Можно было еще раз забрать Найтмейр. Пока ХП у всех не закончится. На тебе, вонючая птица. Птица у нас отправляется в никуда. Хотел сказать таверну. Нет таверны для птиц. Год перемещается на Роху. Команда Alliance должна об этом знать. Есть, если что, релокейт у Виспа. Ворваться можно будет. Есть у Бисмастера Некрай. Есть у него Даггер. Тоже ворваться можно будет. Но Alliance не врывается. Роха уже практически полностью просел по ХП. Висп не подлетает сюда. Тут, в принципе, мог из Даггера ворваться Тинни. Ну и готовится Тинни ворваться. Но поздновато уже, если вдруг он решился. Лил прыгает у нас на хайграунд. Под смоком Лил. Хукшот в никуда. Как удачно. Для команды Alliance. И все уходят на хайграунд. Гирокоптер забирает у нас Аегис. Дэмэджа тут 280 с руки у Гирокоптера. Большая скорость атаки. Плюс масс дэмэдж благодаря Флэккэнону. Неплохо может Элидан, конечно, развалить здесь всех и каждого. И уже неплохо разваливает. 8-2-10. Флэккэнон включает Элидан. Будет сливать Аегис. Разменивать его, видимо, на нижний лайн. Т-3 забрали. Колдаун пошел у нас от Элидана. Отгоняет всю кампанию команды Alliance. Год врывается в Флэккэн Мэда. Фнг. Фиссура по Аке. Аке на лоу ХП. Фнг. Хаслэм по голове. Флэккэн Мэд в таверну. Висп в таверну. Два байбэка. Под лоу ХП у нас у Адмирала Бульдога. У него байбэка нет. Иначе он уже был бы здесь. Пайкат. Дримкойл по Году. И по Фнг. Фнг. Финс Гриппи от Факин Мэда. Так. Фнг у нас в итоге выживает. Не погибает в этом файте. Нижний лайн упал. Факин Мэд в таверну. И минус 3 делает команда. Виртус Про в общей сложности минус 5, конечно. Здесь было два байбэка. Не будем забывать. И две линии падает для команды Alliance. Ха-ха. Пайкат. Куда ты пришел? Умер у нас Пайкат. Минус 6. В одном файте делает команда Виртус Про. Забирает нижнюю линию. Забирает мид линию. Разваливает Т4. Разваливает команду Alliance. Виртус Про в этой катке оказались сильнее. Ну что. Поздравляем команду Виртус Про. И у нас на повестке. Третий матч. Решающий матч данной катки. Best of 3. Драка была просто расчудесной. Может потому что Виртуса выиграли. Может просто она сама по себе была хороша. Может просто у меня наконец-то хорошее настроение появилось. Все. Услышимся с вами через 3-4 минуты. Напомню еще раз. Для вас работает студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Как бесплатная подписка есть, так и платная. По желанию абсолютно. Для всех толстосумов только платная подписка. Для всех, кто хочет просто пообщаться и посмотреть. Есть халява. Подписывайтесь. Мы будем очень этому рады. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь там. Если какие-то вопросы, пишите в личку в ВКонтакте. Я там в администрации и канал на Ютубе. Там все вводы тоже есть. Все. Небольшая пауза. 2, 3, 4, 5. Максимум 6 минут. И мы с вами услышимся на решающей игре данного Best of 3. Все. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok